А теперь смотрите. Вам это ничего не напоминает? Вот мы сейчас смотрим вот здесь вот где-то. Или не здесь, здесь давайте смотреть. Здесь у нас очень большое время может быть, а где-то здесь. Берем срез по времени и смотрим на эти штуки. Вот эта серия кружочков ничего вам не напоминает? Я рисовал серию кружочков. Скажите мне какое-нибудь кодовое слово. Газету Правда поднимите и скажите кодовое слово. Субпопуляция. Субпопуляция еще. Правильные слова. Эффект Волунда. Эффект Волунда. Эта штука, смотрите, это же оно в чистом виде. Смотрите, у меня они дивергировали, у них частоты расползлись. У меня здесь P1 какое-то, P2, P3 дрейфовое. Это вот оно в чистом виде. И значит в чистом виде я могу описать распределение генотипов в этом ансамбле подразделённых популяциями, формулами, используемые в Волунде. Вспомните, вероятность АА это... АА это двойной белый шарик. АА это B квадрат плюс дисперсия P. А потом мы такую штуку сделали, нам так удобнее. PQF. Некий коэффициент, который имеет некую интерпретацию. ПВП равно Q квадрат плюс PQF. И ПАВ равно A. п. 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 И мы помним, что f в данном случае имеет σ2p разделить на pq. Помните, что здесь p и q это в этот момент времени в среднем по больнице q частота беленького шарика в этот момент. Смотрите, всё сходится. Мы знаем, что с этим коэффициентом у нас частоты гомозигот растут, а гетерозиготы падают. И это то, что в этом процессе и происходит. У нас гомозиготы начинают переходить по многим линиям, где-то ещё болтаются. Значит, у нас вот этот коэффициент, притом pq у нас не меняется. q вот как было здесь q, если много ансамблей, на самом деле мы рассматриваем бесконечное множество ансамблей, всё равно у нас присутствует бесконечность где-то, да? Ну никак без этого. pq не меняется. А мы знаем, что гомозиготисация должна происходить, да? Значит, вот эта штука pqf растёт, pq не меняется, f должно расти. Тогда параметр f должен расти. f должен быть от t, так? f от t. Мы закончили с качественным анализом, поскольку у нас совсем нет времени. Давайте вопросы перенесём на после яйца. Да, мы сделаем перерыв побольше. Да, я семинаристов попрошу сделать перерыв. Нет, сколько вы делаете? Обычно 15. Да, давайте вот сделаем 20. Чтобы мы могли собраться в аспиранске, у кого есть вопросы, и минут 10-15 пообщаться. Соговорились? Хорошо, спасибо. Значит, смотрите. Бегу без вопросов, да? Прихожу к пункту 3.2. Основные формулы. Вы записываете, я не буду писать. 3.2. Основные формулы. Формулы даю без вывода. Они в задачах встречаются. Если вы на них посмотрите, там их вид естественен. И, значит, они разумны. Во-первых, мы выяснили, что F должно быть ht. Более того, оно возрастает ht, да? И, значит, может показать, рассматривая эту модель ансамбля популяции, что F это 1-1-1-2n. Число хромосом. 1-1. Если вы это нарисуете, вы поймете почему. Очень разумно. Можно показать. Далее. Нас интересуют, как правило, такие вещи, как вероятность фиксации. Вероятность, что q фиксируется. Нас интересует, что q0. В какой-то момент смотрим. Ага, q0. С какой вероятностью оно влево-вправо уйдет? Через t. Через время t. Потому что мы знаем, что в пределе там очень просто. Чистота и аллергия зависит. А мы за t-поколение. Куда оно? Какая вероятность, что фиксируется за t-поколение? q0 исчезает. И, значит, вероятность того, что q0 не равна 0, не равна 1. Сегрегирует. Но это, на самом деле, вещь избыточная, потому что единицы нет. Смотрите, пишу. Очевидна. Вероятность потери у меня фиксации. Фиксации должно быть q0. И что-то зависит от времени, что с бесконечным временем в 0 уходит. Потому что эта штука q0 должна перейти при t. Значит, q0 должна быть. Я нашёл формулу q0, минус 3p0, q0, p от t, где p от t, это вот эта самая штука. 1 минус 1 на 2m в степени t. Вот это комплементарная штука. Вот эта вероятность комплементарная. Да, p от t там и есть. Значит, здесь у меня очевидно p0. Да, вы помните хардебайнер, они расползаются вот так симметрично. Значит, у меня здесь та же самая штука должна быть. p0, q0, не надо ничего запоминать. Та же самая штука должна быть. Та, а значит, вот эта единица минус вот эти две, p плюс q0, единица, значит, 6, p0, q0, p от t. Опаньки. Вот вероятность фиксации в момент t. фиксации и прочее. Сколько времени это занимает? Это тоже разумно подумать. Я, например, смотрю на нас, генотипирую и вижу аллель с частотой у 20 человек, сидящих в зале, у 40. Частотный какой-то аллель. Я говорю, ооо, а когда он мог возникнуть, чтобы достигнуть такой частоты? Где он еще возник? В Европе, в Африке? Это же интересно. Или там я смотрю, аллель с частотой, я у двух из нас увидел. Ооо, это когда он возник? Когда на великую равнину вышли варяне, или кто там, или раньше. А если я пойду в Испанию, я увижу его или нет? Вот это все безумно интересно. А там q0 фиксируется, там в формуле перед минусами у нас, у нас q1, что ли, или q0? Сейчас, секундочку. Где? У меня верхняя формула, там q1. или вот это? Нет, нет. Это q1 или q0? q0. Вот везде q0. qp0. Кроме, как тут. Да, это как раз t. Это qt. Тогда вот это t я могу убрать. т. Хорошо. Время. Время. Потери. Среднее время потери. По-прежнему говорим про nLb. его ожидания. Минус 4nq, единица минус q, которое p на самом деле, логарифм q. q0. Время фиксации. Beer, но симметричная формула. Минус 4n . Единица минус q0. Понимаете, да? Она симметричная должна быть. Потому что альтернативная, я иду. Логарифм P0. Время сегрегации, пока оно ещё получается. Среднее. Время сегрегации считается как взвешенная сумма с правильными зависами вот этих двух штук сегрегации. Можете сами посчитать, подумать, чему оно равно. Очень просто. 4N сокращается, сокращается. P0. Логарифм P0. Плюс... Какой 0? Я говорю. Ура!